Вот наша площадочка для занятий спортом, боевыми искусствами. Она немножко изменилась. Газончик появился. Зелененький газончик, довольно плешивый. Но, тем не менее, все-таки усилия по засеву не прошли зря. Арсенал на сегодня. Мечи, катаны. Вот этим будем в основном заниматься. Вот разнообразные мечи. И место, где они будут приложены к делу. Одна бутылка, вторая бутылка, третья. Дачное карате. Погода неустойчивая. То солнышко, то гром гремит. Может быть, дождик будет. Мы займемся своим любимым делом. Разрубанием бутылок. У нас их сегодня много. Но не только этим займемся. Пока попробуем порубить. Три противника у нас в реальном бою. Надо прочувствовать, что мы не только рубим, мы еще и перемещаемся. Надо понять, как мы это делаем. У нас три противника. Один наступает на нас сблизи. Вот остальные на подходе. Как мы должны перемещаться? Противник не будет стоять рядом. Вот мы переместились. Разрубили. Второй идет на нас. Вот стойка на него. Направляем меч. Второго разрубили. А третий еще раз на подходе. Нам надо что-то делать. Как нам переступить ногами? Надо подскочить и разрубить его. Вот так. Итак, схема. Схема. Раз. Прицелились. Два. И три. Можем по-другому. Прицелились. Срубили. Срубили. И срубили. Потому что он отсюда не ожидал. Попробуем разные варианты. Бутылок много. Попробуем разные варианты. Итак, старт. Плохо. Плохо разрубилось. Прицелились. Ну, почему не рубится сегодня? Ну, разрубается хорошо. Чисто. Это не так чисто. Ставим новые бутылки. Раз. Два. Три. Вот запись идет. Так, у нас теперь упражнение с мечом. Вот такой двуручный меч. На 50-летие мне подарили соратники. Вот он. Хорошо виден. Ручка такая. Хорошо сбалансирована. Центр тяжести примерно вот здесь. Вот. Поэтому, когда ты его держишь, легко. Легко манипулировать. Если ручка слишком легкая, то весь вес куда-то сюда уходит. Но, может быть, для короткого меча это хорошо. А для длинного меча, который тяжел, одной рукой им размахнуться. Довольно тяжело можно. Но, я представляю, если попадает в препятствие. Если попадает в препятствие, то, может быть, это довольно серьезно. Вот. Вторая рука, конечно, здесь больше подходит. Я посмотрел вот у мастеров меча, которые служат консультантами во всяких там съемках фэнтези или каких-то исторических фильмов. Есть такая стойка с мечом. Казалось бы, подставляем правое плечо. Даже когда меч короче, он практически у плеча. Это вызов противнику. Ну, вот удар сюда в спину. Или удар в плечо. Или удар в голову. Вот. Такая стойка. Казалось бы, несколько нелепо. Подстава, да? Но, с другой стороны, мы и знаем, что с этой стороны противник, скорее всего, бить не будет. Потому что здесь просто выброс рук, и его удар будет отбит. Если идет удар вот в верхнюю часть, отбили здесь, да? А здесь очень удобное движение, потому что оно не требует разгона всего меча. А только его нижней части, верхняя часть остается на месте. Раз! И все. И удар отбит. Мы стоим. Раз! Удар отбит. А дальше, если противник провалился, то мы входим в него и делаем режущие движения. Входим в его позицию. Стояли, отбили и пошли на него. Да? Уже режущий удар будет. То есть тут не нужно рубить. А если режущий, конечно, придется по чему-то твердому, это бесполезно. Но, тем не менее, если мы прошли, вошли в него, там могут быть любые другие боевые искусства применены. Кроме искусства меча, мы вошли, противник стоит уже прямо здесь. Мы либо режем его по открытой части, куда там горло или что. И здесь он рядом с нами, меч его улетел в сторону, мы проскользили, отбили его, убрали в сторону. Вот он здесь. И тут мы можем либо нанести удар ногой, либо коленом, либо рукоятью сбить его. Стояли, сбили, порезали рукоятью. А дальше дорубили. Вот такие. С мечом хорошо, конечно, упражняться. Вот эта позиция самая нелепая из всех возможных. Хотя с катаной она была бы, может быть, и хороша. Когда мы стоим на заднюю ногу, оперлись. И тогда мы рубим. Но вот эта позиция плоха, если против тебя используется позиция другая. Тычок, и как в масло войдет нож. Войдет клинок. Поэтому вот этот замах для боя нелеп. Посмотрим еще на другой клинок. Этот мне больше всего нравится. Сбалансированный, мощный. И в то же время даже одной рукой можно им манипулировать. Вот эта восьмерка. Вот если кто заходит, примерно то же самое, что и с нунчаку восьмерка. И здесь снизу тоже удар снизу. И удар сверху, вот через среднюю точку. Пошел дождь. Пошел дождь, видимо, придется прерваться. Ну вот дождик внезапно прошел. А мы взялись за второй меч. Вот этот меч я привез из Толеда. Он как-то выглядит более качественно. Так, полировка лучше. Тут все-таки двуручный меч немножко такой колхозно сделанный. Не по современным технологиям, а это современный. Но это меч, который двумя руками держать довольно тяжело. Потому что второй хват захватывает еще и яблоко. Вот. Ну вот. Такая замечательная рукоять у него. Красиво. И тут что-то такое еще. Гравировочка. В общем, красота, да и только. Красота, да и только. Он полегче. Полегче. Немножко даже покороче. Поуже. Вот. И им одной рукой можно разносить. Единственное, что тут ручка какая-то очень тяжелая и кондовая. Неудобно ее держать. Потому что какие-то углы выпирают. Бог знает что. В общем, оружие для того, чтобы скорее на стенке висеть. И слабо подходит для каких-то упражнений. Или надо одевать перчатки. Потому что разобьешь себе руки. Металлическая, полностью металлическая рукоять. Держать неудобно. Тут тоже рисуночки всякие. Но главное, вот эти вот выпирающие углы. Достаточно острые и очень неприятно держать в руке. Говорят, что это для конницы. Меч такой вот. Едешь на коне и срубаешь там чего-нибудь. Ну, честно сказать, удержать довольно тяжело. Этот меч. Можно тоже им горизонтальный. Попробуем те же сбоку. Горизонталь. Если просто подставим под удар сверху меч, нос просто его снесет. Его надо подставить так, чтобы меч противника соскользнул. Соскользнул и отсюда сразу идем на атаку. Где-нибудь в нижнюю часть тела, в корпус, в ноги. Поэтому основные движения. Основные движения. Уход. Уход с линии. Если нас рубят. Уход. Или, как я говорил, движение. Вниз тоже. Вниз. Удар по ноге. Выставлена вперед какая-то из ног. Правая, левая. В любом случае, надо понимать, что удар по ногам внезапный и фактически прекращает поединок. Потому что, если вы не можете стоять, вас только добивают и все. Уходим от удара снизу. Закрываемся. Сами атакуем. Уходим от удара. Закрываемся. Атакуем. Правая нога на месте. На левой танцуем. Раз, два, три. Раз, два, три. И так продолжаем. До упада. Пока это все не выработается в автоматизме. В другую сторону. Вот, стоим так. Очень удобная стойка для тычка. Потому что мы вкладываем тогда мощь. Можем вытянуть тело до конца. Если вдруг увидим, что противник замешкался. И стоит на большом расстоянии. Это метра три. Выпад. И он получает удар в горло. Вот. Но надо смотреть, чтобы этот выпад не кончился тем, что меч отбили. в сторону. И вы остались неприкрытыми. Поэтому. Обычно. Поэтому обязательно. Возвратные движения. Да. Например, удар. Отбили, отбили. Удар. Атаковали. Отбили, отбили. Удар. Вот любимые катаны. Любимые катаны. Ну вот. Две катаны. Две катаны. Симметричные упражнения. Асимметричные. Снизу вверх режем. Сверху вниз. Снизу вверх. Сверху вниз. Тяжело. Никто не спорит, что это тяжело. Куда проще. Махнуть. Одно. Одно. Да. Или движения, подобные тем, что мы в боевой стойке делаем. Да. Отбили. Ударили. Так же здесь. Отбили. Воткнули. Да. Или отбили. Да. Вот тоже такие вот движения по кругу. Одно подставляется под удар сверху. Другое разрезает. Причем вот у нас сверху мы идем, режем сюда. Да. Отбиваем удар. Отбиваем удар. Отбиваем удар. Да. Вот она. И. Вот тяжело держать левой рукой. Левую руку надо, конечно, здесь тренировать не меньше, чем правую. Может быть, даже больше. Потому что левая рука не так... Не так хорошо координирована. Раз. И держит с большим трудом меч. Вниз, может быть. Ну, то есть, вот у нас меняются руки. И тем достигается успех. Ну, понятно, что мы не пойдем на улицу рубиться с двумя катанами. Кого-то там в капусту рубить. Но, тем не менее, это хорошее упражнение. Хорошее упражнение для координации. Для укрепления кисти. Для понимания того, где есть дырки. Вот я вижу, что у меня левая рука плохо держит. Ну, из-за того, что когда-то была травма. Кисть работает недостаточно хорошо. Приходится перенапрягать. Вот. Ну, у каждого свои недостатки. Они есть абсолютно у всех. Мы стоим, например, пугнули, воткнули туда еще. Или, ну, если противник как-то замешкался, мы сбиваем и режем его. Сбиваем его и режем. Ударили, порезали его. Это вот применение катаны. Катана самая удобная. И легкая, и удобная в применении. Вот. И множество есть всяких уловок в сравнении с тяжелым мечом. Ну, тяжелый меч нужен, чтобы вместе с латами разрубать противника. Катана все-таки предполагает, если латы есть на противнике, то скорее меж пластин вогнать клинок, чем разрубить действительно. Может, какие-то есть катаны, которые рубят пластинчатый доспех. Ну, что-то у меня большие сомнения. Да и мы вряд ли когда-нибудь в жизни встретимся. Вот. Здесь мы используем катану скорее для того, чтобы понимать разные движения, которые есть. Вот, смотрите. Если мы ждем противника, мы можем направлять меч незаточенной стороной вниз. Катан имеется в виду. Незаточенной стороной вниз. Почему-то так проще разогнать. Вот одно дело. Вот так это будет удар довольно слабенький. А вот так сильнее. Мы раскручиваем. Раскручиваем. Так же, как мы, когда бьем кулаком, мы его вращаем. От положения пальцев вверх, сжатые пальцы вверх, до положения пальцев вниз. И здесь нечто подобное. Вот у нас рука держала меч. Вот она держит меч по-другому. Здесь наоборот. Из положения пальцев вниз, в положение пальцев вверх. Ну, то же самое, как мы блок делаем. Вот те же самые движения, как на блоке. Здесь надо уйти в сторону. Да? Мы фактически меняем стойку и отсюда наносим удар. Да? Здесь мы быстро наносим удар. Да? Так же мы можем на уходе, отбив удар противника, нанести ему удар. Вот. Если в другую сторону, да? В другую сторону мы делаем такой же выпад и наносим удар. Здесь мы разворачиваем уже клинок в другую сторону. Раз, два. Да? Даже если мы исходно стояли так, ударили по клинку его. Вот. Сбили, например. Сбили клинок противника и прошли дальше. Сбили, прошли. Да? То есть здесь все на скорости. Раз. Вот еще немного, для чего перчатки одеваются. Не руки жалко, жалко то, почему бьем. Вот. И если сильно очень начинаем бить, то очень скоро от мешка ничего не останется. Если он покрыт какой-то кожей, там просто эта кожа протрется. У меня был один такой мешок, который я все время бил открытыми руками. Ну, он примерно через два года. Просто был пробит насквозь. Вот и все. Поэтому перчатки для этого и нужны, чтобы уберечь спортивные снаряды от каких-то серьезных повреждений. Вот движение ногами очень важно. Многие этого не понимают. Ну, как подошел и ударил. Ну, от такого удара противник просто даже инстинктивно отклонился. И все. Поэтому все движения должны быть, во-первых, направлены на то, чтобы нанести мощный завершающий удар. А пока этого удара нет, то легкие удары, которые смущают противника, и смещение ног, например, смены стойки, превращает левую руку, которая для боксеров все время джеб. А тут она стала мощным, мощным ударом для того, чтобы пробить гягуцуки. Побили, побили. И тут уже так мощный удар на джебе. Ну, есть хоккей-энтузиасты, которые могут это сделать. Вот мощный удар на джебе. Но это линейное движение на противника. Вот пробить его или поймать, когда он движется вперед, и попасть. Вот. Но все-таки стремительное движение. Отошел в сторону. Вот с левой стороны атаковал. В сторону. Противник идет вперед. Ушел. Ушел. Вот закрываемся. Боксеры слишком близко с нашей точки зрения. Она держит свои перчатки, потому что они гасят удар. Вот. Нам надо держать подальше. И это просто блок. Это не то, чтобы если сюда кулак попал, то он просто проскользнет. И все. Мы просто отбиваем. Раз, два. А вот мы вот этим движением отбиваем удар противника себе дальше за ухо. Не подставляем, а отбиваем. Вот. Поэтому ушли, отбили. Можно так ушли. То есть, вместо отбивания удар вперед. Вот. С шагом вперед. Раз. Да. А сами пошли вбок. Ну, так же и направо. Да. Не надо все время идти. Вот. Вы стояли и с этой точки стартовали. Отошли в сторону. Вот. С этой точки можно стартовать. Так же и ногами. О, хороший удар. Прямой. Ну, так же он хорошо и блокируется. И к чему этот вот глупый прямой удар. Вот. Поэтому отошли в сторону. Раз. И отсюда пробили. Да. Стояли. Вместо того, чтобы прямо идти. А отступили. А тут вот как раз используется прыжочек. Прыжочек иногда нужен. Потому что вот мы отскочили сюда. И с этой ноги должны стартовать. Тяжело. Ее как-то надо запустить. Вот мне кажется. Стояли мы. Да. И сейчас эта нога перегружена. А мы левой ногой толкаем. А все, вперед. Да. Вот эти прыжочки. Раз. Тем более, что довольно длинный удар. Его противник может не увидеть. Не увидеть. Если в другую сторону. То тогда нам надо стоечку менять. Стояли. Противник. На нас идет. Или мы хотим его атаковать. Ну, если мы вперед наступаем. Значит, мы чуть в сторону отступим. Но они не за спину. В данном случае противник наш стоит на месте. Поэтому нам надо немножко за спину. Немножко за спину отступили. Поменяли стоечку. Правую ногу превратили в маховую. Можно ударить, кстати. Но лучше стоять. Отступили. Здесь тоже сбили удар. Если вот прямой. Разбили. Если неожиданно противник стоит. С расслабленными руками. Еще не понял, что происходит. Или отвели обе руки. Здесь двойной удар. Двойной удар. Раз. Два. Да. Прошли. Вон, противника. Смутили. Руки заставили поднять. Несколько раз. Атаковали. А потом левый, правый снизу. И правый апперкот. Вот. Раз. Смутили. Смутили, смутили. Как-то надо, прежде чем бить ногами, конечно, надо немножко потянуться. Растянуться. Особенно боковыми. Вот мы стоим. Это удар в корпус хороший. Но противник, скорее всего, просто отлетит. Но если вот он идет на вас. Хорошо вы можете уклониться. Уклониться. И пробить. Для этого вот. Вот это движение. Вот вы стояли. Просто уклонились. Передняя нога нацелилась на противника. И навстречу ему. Можно и до головы пробить. Да. Можно, если вы стояли далеко. Хотите смутить неопытного противника. То здесь идет атака. А дальше уж как получится. Вы атаковали. Противник отлетел. И дальше проводите серию. Которая будет у вас успешной. Да. То есть с ногами. Даже если мы начинаем. То мы должны как-то продолжить. Здесь хорошо упражняться. От ноги. Потому что дистанция еще остается. Мы можем пробить. Но на самом деле-то противник уйдет. И мы останемся. Вот в таком положении. Да. Ударили. Противник отступил. Здесь надо быть готовым идти вперед. Но он может пойти вперед. Вот он здесь. Тогда. На локоть. Да. Раз. Ударили. Вот промахнулся. Раз. Раз. Да. Перевод. Сначала. С ближней дистанции. Локоть. Потом. Серия скажем по корпусу. Еще локоть в голову. Есть еще. Вот из прыжковых. Таких полезных движений. Большей частью их конечно не полезно. Но вот эти вот. Те которые на подскоке. Те которые на подскоке делаются удары. Они конечно полезны. Потому что они изменяют дистанцию. Удар. Да. Вот мы показывали. На подскоке просто прямой удар. Пробивающий. Тогда лучше. Чтобы летела пятка. Там сносило. Все на своем пути. Руки противника. Но это можно из большого шага. Да. А можно из подскока. Да. Что-то пробивает конечно капитально. Жалко грушу. Но приходится. Для искусства. Чем только не пожертвуешь. Вот. И вот это движение. Раз. Два. Вот. Стояли. Можем передней ногой. И не зашагивать. А прямо как стояли. И ударили. То есть достаточно пяточку вперед. Вот противник идет вперед. Мы отступили. Пяточку вперед. И попали в него. У меня тоже есть такое любимое упражнение. Отбил. А потом. То есть идет отбив. Удар. Сбив рук противника. Удар. Все очень хорошо. И с этой стороны раз. Два. Три. Предплечьем сносим. А другой рукой пробиваем. Для противника. Который. Плохо подготовлен. Но наглецов. И тоже иногда надо учить. Вот. Ну провоцирует кто-то драку. Противников может быть несколько. Вот. Уложить одного. Одного ударом. Вот. Конечно. Правой рукой. Хотелось бы. В полете. Да. Вы набегаете. Набегаете. И пробиваете этот удар. Здесь важно. Если вы правой рукой бьете. То правую ногу и надо выносить. Так. Разбежались. Вы как будто оттолкнулись от воздуха. Вот. Слева я не знаю. Получится у меня. Не очень-то. Не очень хочет организм бить. Вот. Удар с правой. Неожиданный. Левая вроде здесь. Все ждут. Вот она. Левая. А вы наносите удар с правой. Начинаете атаку. Попробуйте два. Раз, два. Да. Раз, два. Потом три. Раз, два, три. Четыре получилось. Вот. Данцуки. Раз, два. Ударили. Ударили. Отошли. Ударили. Да. И в этой паузе противник выглядывает из-за своей защиты. Что хочет увидеть. И на ваш счет предпринять какие-то действия. Поэтому. Война удар. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Отошел. Раз, два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok